Герои нашего времени. Кто они? Это люди вокруг нас. И, возможно, они не совершают каких-то героических действий и самопожертвований. Они просто поступают правильно, согласно велению своего сердца. Так их воспитали. Ученики 11 класса среднего общеобразовательного учреждения номер 8 Акбар Джаборов и Максим Никитюк по дороге из школы домой нашли потерянный кошелек с большой суммой денег. Подростки, недолго думая, по найденным внутри документам нашли владельца и вернули кошелек. Мы ишли назад в школу и увидели кошелек, лежащий возле тротуара. Подняли его и открыли, увидели такой-то человек. Я не знаю, как его зовут. И сразу просто взяли телефон, позвонили, сказали, что мы нашли ваш кошелек, приезжайте, мы вам вернем. Я считаю, что на моем месте любой ученик, человек, взрослый мог бы поступить так же. И поступит так же, я так думаю. Надеюсь, что поступит так же. Ребята не требовали благодарности и забыли бы о своем поступке, если бы владелец кошелька не рассказал бы о случившемся группе волонтеров «Доброта». Мы услышали от нашего знакомого Хуршеда Сафидзинова, который проживает в Худжанде, такой случай, что он, находясь в командировке в городе Душамбе, потерял свой портмонез с очень большой крупной суммой денег. Учащиеся в 8-й школе 11-го класса, проходя мимо ЦУМа в подземном переходе, находят этот кошелек. Долго они не думают, значит, они решают возвратить все деньги и кошелек владельцу. Хуршед растерялся, он, может быть, и не спросил, как имя, как мальчики, откуда. Все так вот, как бы они и расстались. Когда он нам рассказал эту историю, мы нашли этих мальчиков, и мы решили, что мы обязательно должны выразить слова благодарности родителям, слова благодарности коллективу школы, директору. Теперь ребята местные знаменитости. Их ставят в пример, с ними хотят сфотографироваться. Они стали мерилом доброты и справедливости. Личность и мировоззрение ребенка формируется в семье, и именно в семье закладываются моральные и духовные ценности. Я считаю, что каждый гражданин должен так поступать и поступит, я так думаю. И мы, конечно, стараемся воспитывать своих детей в таком духе, чтобы они были благородными патриотами своей родины. В Таджикистане уделяется особое внимание воспитанию молодежи на основе высоких моральных принципов. Глядя на такие поступки, можно быть уверенным в будущем нашего общества. Ведь поколение, которое воспитывается на высоких моральных идеалах, сможет привести государство к процветанию.